Измельченная резина по конвейеру-транспортеру подается в бункер-загрузчик сверху. С этой стороны, пневмоническим поршнем, масса проталкивается в пиролизную камеру. Далее происходит процесс горения. Размеры установки по длине будут даже меньше. В зависимости от производительности установки будут меняться габаритные размеры. Чтобы она постоянно работала, работала и работала. Снятие мусорчиков, хвосты, это то, что остается, после того, как выбирают железо, стекло, полепластмасса. А пластмасса можно сюда, она очень лучше. Брелая резина, прятки, световые входы. Много тепла, много электричества, углерод, газ, жидкое топливо. Покрышек, из которых 2 тонны жидкого топлива, причем 5 тонн в сутки покрышек, 2 тонны жидкого топлива, 1 тонна газа, остальное углерод и всякое. Вы при этом еще имеете и тепло, и электроэнергию. Дорого-то или нет? Это вообще бесплатно. Скажите, пожалуйста, чем эта установка отличается от мировых аналогов? Здесь именно ноу-хау, который сделал Владимир, это то, что газ с диоксидными средными веществами поставляется обратно в дизельный двигатель, и оно за счет сгорания больших давлений и температуры выше 2500 градусов, разлагается на элементарные составляющие. То есть на азот и кислород, на серу в чистом виде. Не оксиды, а серу. И получается, на выхлопе ваш выхлоп не превышает вредность выхлопа любого дизельного двигателя. Это азбез, да? Побольше, побольше, побольше. Подожди. Ну, сейчас все вы увидели, как из отходов производства, в данной руке, я в левой руке вот это показываю, мы получили некое топливо, жидкое топливо, которое позволяет заменить существующее нефтяное топливо. Так как мы, специалисты Института электрификации сельского хозяйства, лаборатории биотоплива, брали анализы этого топлива, делали, то мы можем заявить, что здесь находится 10% мазутной составляющей, до 15% бензиновых фракций, остальные находятся в хорошее чистое дизельное топливо. Поэтому при переработке отходов резино-технических изделий мы можем получать в прямом виде жидкое, углеводородное, высококачественное дизельное топливо. Поэтому это архи необходимо не только Москве, как мы там работаем, но и всей стране, можно сказать, всему миру. Потому что проблемы экологии и энергетики решаются в один прием. Спасибо.